Спасибо за возможность провести с вами эти минуты. Спасибо за ваше постоянство. К вашим услугам, пастор Вальтар Занзан. Сегодняшняя тема – всю жизнь ходить с Богом. Не знаю, любите ли вы иногда или постоянно ходить пешком, ходить в горы или гулять по равнинам, в одиночестве или в компании. Лично я очень люблю ходьбу. Я стараюсь гулять регулярно, даже дисциплинированно. Ходьба помогает нам оторваться от повседневной реальности. Немного отключиться. Во время прогулки можно размышлять, а также молиться, ну и дышать свежим воздухом. Сегодня я хочу поговорить с вами о человеке, который ходил с Богом. О нем сказано всего в двух стихах, в одной из книг Библии, в послании к евреям, в 11 главе, в 5 стихе. Пожалуйста, послушайте. «Веруя Енох, переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». В книге Бытии Енох упоминается впервые. А вот что говорится в Бытии, в 6 главе, 22 стихе. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала. 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом. Какое замечательное свидетельство. Такое короткое, такое простое. Ходил с Богом. Я желаю. Я молюсь. И я хочу сказать на эту тему несколько слов, чтобы мы всю свою жизнь ходили в присутствии Божьем, в близости с Ним, с Его благословением, не теряя Его из вида. Нам есть чему научиться и жизни Еноха, который прожил всего-навсего 365 лет. Почтенный возраст. Это число напоминает количество дней в году. Я просто использую этот образ, чтобы даже этим ободрить нас, дать нам толчок, ходить каждый день с Господом. Давайте будем ходить каждый день, день за днем, всю свою жизнь в присутствии нашего Господа Иисуса, Его Сына в силе Духа Святого. Но вернемся к Еноху, нашему патриарху, который жил до потопа. Сказано, что он угодил Богу своей верой, потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо, написано в слове, если человек хочет прийти к Богу, он должен верить в Него и в то, что он ищущим Его воздает. Эти два слова «приходить» и «искать» являются неотъемлемой частью жизни в вере, в доверии. Доверять значит соглашаться и верить в то, что Бог говорит. Енох — человек, у которого было это доверие. Он полагался на своего Господа. Он был в общении с Ним. Он искал Его и надеялся на Него. Когда мы ищем Бога, у нас есть уверенность. Мы знаем, что найдем Его, если ищем Его всем сердцем. Ищите Бога всем своим сердцем, и вы Его найдете. Он вам ответит. «Всегда будет что-то происходить, когда вы Его ищете». Ответ не всегда будет приходить тогда, когда хотелось бы, но Бог всегда трудится, Он работает. Когда мы Его ищем, Он протягивает руку, Он действует для вас. Итак, Енох угодил Богу. У него было такое необычайное свидетельство, которое записано в Писании. В «Бытии» мы читаем, что это свидетельство повлияло даже на Его семью. Поколение, в котором Он жил и развивался, описано в Писании как род развращенный. Но Енох повлиял на свое потомство, поскольку его правнук, поимененой, станет человеком, который спасет себя и свою семью от потопа. Человек, который ходит с Богом, всегда оставляет след. Он оставляет благословенный след, в первую очередь в своей семье, а также в мире, который его окружает. И вот однажды, написано в Библии, Он оказался одним из немногих, кто был взят, не увидев смерти. Он и Илья, два человека в Ветхом Завете, которые были взяты, не увидев смерти. Ветхом, какая привилегия! Библия говорит об этом еще, а она говорит, что Иисус вернется, чтобы забрать тех, кто принадлежит Ему. Скажите, а вы готовы к этому? Енох был готов. Когда Господь забрал его, Еноха стали искать. Люди стали спрашивать, а где он? Где он проходил? Кто-то его видел? Люди проявляли усердие, из-за его отсутствия. Я хочу задать вам вопрос. А почему вас ищут? Зачем про вас спрашивают? Из-за того, что вы что-то умеете, что-то делаете, или из-за вас самих? Характер, личность Еноха и его духовная жизнь впечатляли людей, касались их. С одной стороны, ваша жизнь со Христом может притягивать людей и в то же время отталкивать их. Вы являетесь светом для людей и вместе с тем человеком, который беспокоит других. причина. Божий Дух, который живет в вас. Енох отличался от других, потому что он угодил Богу. Это был муж веры, который ходил с Богом. Он оставил след. Когда он был взят, это тоже имело вес. Его не было на земле, но он будил совесть людей. Люди остались в недоумении, и они, возможно, вспоминали то, о чем он говорил. И вот еще вам одна мысль. Енох был смелым. Смелым, потому что он заслуживал доверия. Мы уже говорили, его свидетельство приносило плод. Его жизнь соответствовала его словам. Он был смелым, потому что в небольшой книге Библии, которая называется «Послание Иуды», в ее единственной главе, в стихах 12, 13 и 14, этот особенный человек, Енох, снова упоминается. Там говорится, что Енох, конечно же, ходил с Богом. У него было слово надежды, потому что он вдруг увидел в Откровении и, вероятно, проповедовал о своей вере, свидетельствовал о своей вере. У него было Откровение о возвращении Иисуса, а также о грядущем суде. У него была смелость говорить о своей вере, а также обличать людей. Он говорил о суде. Каждый из вас однажды должен будет дать отчет Богу. Приготовьтесь. Я тоже хочу оставить вам эти слова. Ходите каждый день с Богом, потому что ваше свидетельство, ваше слово оставляет след. Оно достойно доверия. Если вы находитесь в близком общении с Богом, и потом будьте отважными, будьте смелыми, говорите все слово Божие. Да, мы говорим о Божьей любви, о любви Иисуса, о надежде, которая у нас есть. Мы говорим об этой страсти, об этой пылкости, об этом энтузиазме к Иисусу. Ведь Он дал смысл нашей жизни. Он проявляет свою благодать к нам день за днем. Но правда также в том, что однажды каждый должен будет дать отчет Богу. Енох говорил и об этом своему поколению. Именно на этой ноте я хотел бы закончить свою сегодняшнюю проповедь. Будьте смелыми, берите пример со свидетельства Еноха, который ходил с Богом. В своей жизни он угодил Богу. У него была вера. Его жизнь заслуживала доверия. У него была смелость, чтобы сказать все, что Бог положил на его сердце. Вот эти слова я хочу сказать вам в напутстве. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас, чтобы вашим самым большим желанием было ходить всю жизнь, день за днем в присутствии нашего Господа и с Ним до Его возвращения. Делать это точно так же, как когда-то это делал ветхозаветный святой Енох. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров